Универсальная система обучения приемам защиты и нападения, соединившая в себе многие элементы из арсенала мировых видов единоборств. Все это об армейском рукопашном бое. Именно ему посвящены очередные соревнования. В Красногорске стартовал первый этап Кубка спортивного клуба «Титан». В турнире принимает участие свыше 300 человек. Это борцы из 18 команд Москвы и Подмосковья. В армейском рукопашном бое это такой универсальный вид спорта, смешанный вид единоборств. Здесь ударная техника руками присутствует, ногами, бросковая техника, стойки в партере. То есть задача выиграть либо болевым приемом с чистой победой, либо по очкам за счет того, что ты наносишь удары, технические действия или броски. Соответственно, судьи определяют сильнейшего спортсмена по его технике и объявляют победителя. Армейский рукопашный бой – это в первую очередь дисциплина. Борцы учатся преодолевать трудности, ставить цели и добиваться результата. С этим утверждением согласен и участник соревнований Владислав Литавин. Он стал поклонником единоборств пять лет назад. Увидел бои профессионалов по телевизору, заинтересовался и решил попробовать свои силы. Выиграть в поединках получается не всегда, но это значит, что есть к чему стремиться, уверен юноша. Я думаю, что я выступил хорошо. Я первую схватку, к сожалению, проиграл по своей неопытности. Мне попался хороший борец, а вторую я выиграл. Но во втором поединке меня бросили очень сильно, мне сбило дыхалку. Возможность набрать дополнительные баллы у Влада и других участников соревнований еще предоставится. Кубок состоит из трех этапов, а в мае встретятся сильнейшие спортсмены. Тогда и определятся победители, чемпионы спортивного клуба «Титан» в разных возрастных и весовых категориях.